Добрый вечер! Исторически сложилось так, что в этой части Испании оказались наиболее гонимые и преследуемые народы. То есть это очень-очень жаркая и бесплодная страна, где ничего нормально не растет, где земледелием заниматься особенно не получается хорошо. И, в общем, такая ссылка своего рода. И туда в результате всяческих гонений в средние века попали мавры, попали евреи, попали цыгане, попали индусы. И вот этот весь котел, а все эти культуры, они имеют очень большие древние корни, очень сильные. И все это там перемешалось, и в результате получилось искусство фламенко. Это искусство музыки, искусство пения, искусство танца. Мы не цыгане, не индусы, не мавры, мы русские. Испанцев среди нас нет. Тем не менее, мы очень любим это искусство, мы давно уже этим искусством занимаемся. С той или иной степенью результативности. Вот сейчас мы покажем вам, как это у нас получается. Значит, пару слов о том, что нужно делать зрителям. Вообще, народ там темпераментный. И когда подобного рода в клубе происходит концерт фламенко, в зале крик и шум стоит такой, что практически не слышно того, что происходит на сцене. У нас аппаратура здесь громкая, поэтому слышно нас будет. Но вам нужно участвовать в процессе очень-очень активно. Для этого существует одно универсальное слово. Наверняка его все знают, это слово. Футбольные болельщики его хорошо знают, но почему-то они его произносят с ударением на другую букву. Слово это «Оле». А болельщики почему-то произносят «Оле». Так вот, если вам что-то нравится, вы кричите «Оле». Если вам что-то не нравится, все равно кричите «Оле». Понравился вам соло-гитариста? Кричите «Оле маэстро». Принято, ну поскольку фламенко, испанцы, даже нас, русских, принято подбадривать испанскими именами. Итак, понравился вам соло-гитариста? Кричите «Оле Алехандро». Понравилось, как поет певица «Оле Мария». Танцовщица, сейчас ее не видно, она появится несколько позже. То же самое. Нет, не «Оле Мария», не «Оле Алехандро». С ней вообще гораздо проще. Поскольку она Ольга, то нужно два раза кричать «Оле», «Оле», «Оле». Ну и вообще всячески нас поддерживайте, а мы будем всячески поддерживать вас. Несмотря на то, что в целом искусство фламенко достаточно, ну, существует как бы такое поверхностное мнение, что это, в общем, красные юбки, яркие цветы, там, белоснежные улыбки и так далее. На самом деле это все не так. Это, еще раз повторяю, искусство, зародившееся в самых низах общества, такого ныщего, бедного, нечего есть, негде работать, ничего нету, шахты, серебряные узницы, рыбная ловля какая-то очень-очень малоэффективная. Поэтому, в общем, в целом это искусство достаточно трагичное, тяжелое и такое мрачное. Но, естественно, среди этого искусства тоже попадаются вещи веселые. Вот один из странных таких образцов. Песня, относящаяся к жанру аллегриеса. Аллегриес – это радость, счастье и так далее. В принципе, веселая песня, но испанцы были бы не испанцами, если бы они не имели бы чисто... Огромное количество исключений всегда существует. Так вот, эта песня аллегриес, но она грустная, минорная. Аллегрия де кордоба. Де кордоба – это означает, что аллегрия из кордоба. Вот в кордобе вот такая вот радость. Аллегрия де кордоба. Аллегрия де кордоба. Аллегрия де кордоба. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Сосед, налей стаканчик. Ну, сосед, ну налей стаканчик. Ну, пожалуйста, ну налей стаканчик. Сосед спрашивает, почему я тебе должен налей стаканчик? Ну, так же, я иду мимо твоего дома. Вот так вот все незатейливо и простецки. Вот. А еще цыгане. Ну, прекрасно ведь всем известно, чем характерны цыгане. Тем, что они все тащат, где еще плохо лежит, иногда где еще хорошо лежит. Так вот, видимо, среди тех конкистадоров, которые в средние века захватывали Латинскую Америку, тоже были цыгане. Потому что они потащили оттуда огромное количество музыки и огромное количество ритмов, огромное количество мелодий, приемов гитарных и так далее. И уже в современном мире, в мире фламенко, подобного рода жанры стали выделять в отдельный класс, так называемая «Ида и Уэльта», то есть, ну, как ушли и вернулись. На Кубе, ну, все прекрасно знают песню команданта Че Гевара, Гвантономера и так далее. Вот. Они исполняются в жанре гуахира. Гуахира, гуахиро – это самоназвание хренового населения Куба, которое было в то время уничтожено полностью до последнего человека. Вот. Потом, значит, стали современные музыканты уже исполнять в жанре гуахира. А цыгане, послушав его, притащили его к себе в Ангалуси и переделали так, что его вообще узнать невозможно. Но название то же самое. Гуахира – очень светлый, веселый, такой воздушный, романтичный танец. Вот сейчас мы его исполним. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы вот в финале нашего первого отделения, а у нас концерт будет состоять из двух отделений с небольшим перерывчиком, в финале мы решили вернуться вообще к корням, к самым-самым-самым корням фламенко. И вот это вот был жанр под названием фанданго. Это один из двух жанров, из которых произошли вообще все остальные жанры фламенко и не только. То есть это самые-самые корни огромного дерева, на котором более там 300 или по некоторым даже, мне не очень, более 400 веток развепления, относящихся к различным жанрам, там переплетения и так далее. Но корни вот это. И сейчас в самом конце первого нашего отделения будет танец Солиа. По некоторым источникам Солиа произошло от слова солидат, одиночество. Но есть другие какие-то мнения. Но мне вот больше нравится вот такое вот одиночество. Это второй огромный и мощный корень фламенко, из которого произошли тоже очень-очень многие последствия жанра. Очень сложный, очень тяжелый, очень... Ну, сами все вы видите, короче. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . . Спасибо. . 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 Это была сигирия. Танец. Музыка. Очень тяжелая. Очень трагичная. Вообще. Исторически. Изначально ее не танцевали. А только пели. Под гитару. Ну. Вообще. Изначально ее пели вообще без гитары. А. Собственно. А. Вот эти все жанры. Они. А. Как бы так. Дислоцированы были в различных. А. местностях. А. К примеру. Этот жанр. Он зародился в тех местах. Где. Очень было развито. Кузнечное дело. И. Жители деревни какой-нибудь. Собирались вечером. В кузнице. И. Пели эту песню. Под аккомпанемент. Был очень странный. Кузнец. Определенный ритм. Стучал молотом по накованию. И. Изначально. Эта песня называлась. Мартинетте. То есть. Мартию. Это молоток. Это. Довольно. Сложный. Такой. не. Как бы не цикличный ритм. И. Под него очень сложное пение. И. Сначала. Никто не мог это повторить. Никто не понимал. Как это устроено. Потом это все структурировали. И. У людей появилось желание. Сделать танец под это. Вот. Танцевать это стали лет. Ну. Может быть 30 назад. Не. Не раньше. Конечно же все заметили, что эта вещь была исполнена на перестроенной гитаре. У нас весь перерыв гитарист перестраивал гитару. Сейчас он будет перестраивать ее назад. А у нас специально на этот случай есть песня, которая исполнится без гитары. Спасибо. Спасибо. Анастас П Анастас Путин Einstein Валей Субтитры создавал DimaTorzok 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 А вот, кстати, по поводу разнообразия Севильян Вот тот танец, который был первым, такой веселый, быстрый танец в первом отделении, это был Севильяна И вот эта песня, это тоже Севильяна, вот насколько они могут быть разными, насколько разное настроение, разная подача и так далее Все зависит от исполнительность А дальше будет у нас замечательный жанр пламянка булериис Он достаточно новый, достаточно современный и в силу того, что продвигают его и популяризируют очень-очень хорошие, современные, молодые и талантливые музыканты и в Испании и во всем мире Он сейчас, ну практически это самый популярный жанр пламянка Он очень быстрый, очень разнообразный и позволяет музыканту продемонстрировать свою виртуозность более чем какой бы то ни было другой Виртуозность Вот сейчас будем демонстрировать Театро Виртуозность Театро Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Я тебя люблю. 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 Я 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 тебя люблю. Я 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 люблю.